что по пасхам есть экс весенний 219 чтобы фигурная к празднику в 99 и вот еще кулич пасхальный 149 но ведь он тоже невысокий прям как у меня вот такой маленький к 39 привет 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 главное вовремя сказать привет ну что я уже еду из брони заехала там магазин как раз показала какие там варианты пасхальных куличей есть и почем а тут у нас опять делают дорогу опять и снова ой блин хочется что-то сказать но честно говоря уже нечего говорить по этому поводу что каждое лето либо ту либо эту сторону ремонтируют время час дня я еду в сторону дома ждут рабочие дела ходом идет ну что сегодня после вчерашнего снега практически ничего не осталось есть кое-какие островки крайне редко я думаю за сегодня все дорастает и у нас снова весна это прекрасно сегодня мне еще не позорно ехать на зимней резине после вчерашнего а завтра уже будет позорно но я пока не буду менять я наверно после майских поменяю во первых до конца хотя в принципе по моему все очереди уже закончились опять же мая начало мая как и апрель не очень надежные поменяю поменяю после майских облака такие прям тяжелые на черное опять будет что-то ночью дождь шел а утром как вышло солнце все сразу и высохло но красиво же красота все общем я еду в сторону дома увидимся уже там привет привет я дома что купила в принципе я купила то что мне не хватало я купила молоко молочные узоры молоко 3,2 31,90 это в магазине да да вот такое вот масло 99,90 гречи наш друг сколько гречи 67,90 стиральный порошок вот такой вот взяла да что а пробили 34,90 мешки для мусора вот эти вот по 44,90 а вот эти а вот эти бесплатно 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 нет не бесплатно эти 19,90 так огурец там огурцы по 119,90 на 25,78 вышло один огурец огурец кошачьей радости 269,90 бальзам для волос 79,90 и вот то про что я говорила два килограмма муки у них стоит 42,90 у них стоит а вчера в пятерочке я видела килограмм муки за 60 рублей да нынче в мире все непонятно мука мука самая обычная пшеничная первого соль прохладненько я правда ездила в этой ну как это называется короче так что знаете по-быстрому но я в машине никуда не выходила я там быстренько кое-кому кое-что передала потом быстренько заехала в магазин поэтому я это не замерзла а так люди ходят в принципе в теплой одежде в куртках так все я раскладываю все по местам и мне надо бы поработать 50 ну что у нас тут делают дорогу я пытаюсь проехать здесь не только я пытаюсь это сделать блин прям пробка давай красненький давай давай быстрее все и я сразу сразу за тобой сегодня делаю дорогу все нормально ой а тут конечно сейчас опасно ездить быстро потому что видите это пешеходную дорожку расширяют то есть тут я так понимаю это по плану все на три месяца то есть в принципе может быстрее сделать но оно и хорошо потому что ну по сути людям пройти негде физически так ладно все здесь они закончили рыть а мне я хотела посмотреть где-нибудь себе сирене кустик выковырчивать ну посмотрим сейчас если не будет нигде потом потом тогда докуплю в общем еду еду опять мчу по делам сегодня целый день то тут то там фигра здесь фигра там смотрите какая красота куча чаек плавающих в луже ну что лужа тоже маленькое море ну мило же так плавают важно так плавают важно прелесть прелестно 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 кто-то плавает а кто-то вон там в травушке отдыхает кричат кричат еще смотри-ка да крикуны ладно я поехала дальше а то я тут остановилась на дороге стою любуюсь красотой мне кстати там вон кое-что перепало так что буду сажать это смородина в общем то что у меня там уже сидит еще вот мне дали все пошла садила вот сейчас вам покажу из окна а то там аншлаг вот так вот вдоль бордюра ну не совсем прям возле бордюра чтобы им было где разрастись ну посмотрим пять кустиков раз два три четыре пять пять кустиков да это смородина дикая и плюс у меня вот еще один уже с осенью и побросала стружку иголки сосновые типа от улиток ну в общем осталось мне тут только покрасить деревья ну вот этой вот белой краской извести с чем она собственно говоря может завтра послезавтра посмотрим как может быть подожду сейчас дожди пройдут потому что смысл а тут не знаю что переезд что там там женщина и куча эмигрантов что-то они там перевозят ну посмотрим как мои кустики будут спасать палисадник от пешеходных экскурсий не знаю как это назвать потому что паркуются и вот вот это вот видите он да хотя бы оставил место от бордюра до своего катафалка а есть те кто прям к бордюру прижимается соответственно им чтобы выйти надо естественно наступить на траву ну куда еще там переезд полным ходом не знаю женщины переезжают мужчины тут сейчас столько всяких людей новых из разных стран объявилось непонятных плюс резиновые квартиры потому что наши тут долбанные склады с которыми борется 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 но пока все бесполезно так что непонятно кто тут куда переезжает то что спальные места есть будут у того кто переезжает это факт так ладно все хватит болтать взмыли да не подготовилась к съемкам как обычно не накрасилась ладно буду натуральная в общем все ой мне надо посудой помыть вот кстати мне нужна была бы посудомойка но единственное мне ее ставить некуда но сначала я думала зачем она мне нужна две-три тарелки в принципе я и так помою а сейчас думаю что ну блин вот я поела и бросила потому что мне работала мне некогда было оторваться а вот так я бы складывала складывала эту посудомойку и она бы мне пригождалась но мне ставить ее некуда поэтому поэтому посуду сейчас помою потому что она стоит грязная на столе да это тоже все натюрель сегодня все натюрель так на этом со всеми попрощаюсь всем хорошего дня отличного настроения завтра кстати уже чистый четверг так что завтра все мыться да котятки котятки пришли скоро пасха вот если честно я не пощусь и сколько я помню из своего детства никто никогда в моей семье не постился мало того особо религиозностью никто не отличался ну советский союз да оно и понятно но пасху праздновали всегда наверное это больше не за религию а вкусно вкусно поесть не знаю так что не пощусь но пасху праздновать буду я бы конечно с большим удовольствием съездила на кладбище к маме к бабушке к дедушке но к сожалению в другом городе поэтому пока я туда не попадаю но я очень надеюсь что может быть в течение лета в конце лета когда я там дела которые мне нужно доделать на кладбище доделаю я уже смогу приехать посадить цветочки убраться ну опять же все все зависит от финансов как ни крути к сожалению можно говорить что деньги это не главное что не в них счастье но к сожалению от них многое зависит все а я с вами на этом прощаюсь еще раз всем отличного настроения хорошего дня и пока пока